3 ноября в Музее Востока открылась выставка «Семь монологов. Скульпторы и живописцы Осетии». На ней представлены мастера разных поколений и судеб. Их деятельность укладывается в рамки последней сотни лет. От скульптур Саслана Едзиева, прозванного младшим Перасмани, до произведений современных творцов, впитавших опыт предшественников. Вернисаж, прошедший накануне, открыл директор Музея Востока. Несмотря на то, что в биографии каждого из этих мастеров множество выставок, в том числе и персональных, значительную часть представленных работ московский зритель увидит впервые. В процессе выставки в залах вы можете увидеть информацию, документальные фильмы художников, экскурсии с куратором выставки позволят, надеюсь, всем заинтересованным московским зрителям, расширить свое представление об искусстве Осетии. Преобладание скульпторов на выставке отражает специфику современного осетинского искусства и позволяет проследить преемственность поколений. Я чрезвычайно обрадован тем, что сегодня представлены работы одного из исключительно интересных творцов, художника Едзеева. Он жил значительно раньше, чем даже я, но память о нем и его наследие, оно известно всем в нашей республике и на Кавказе. Это действительно особая Едзеевская школа. Его работы находятся на горных вершинах, у подножия гор, у реки. И повсеместно все это свидетельство мудрости этого талантливого творца. Также Александр Сергеевич отметил, что выставочный проект предваряет многочисленные мероприятия, приуроченные к тысячестолетию крещения Алана, намеченные на 2018 год. Всего экспозиция насчитывает около 150 работ. Они были предоставлены Музеем Востока, Владикавказским художественным музеем имени Мухарбека Туганова, семьями художников и самими авторами. Работа над проектом шла несколько лет. Святое число для осетин сель сложилось случайно. Значит, сначала их было четверо, потом появился пятый, потом шестой, потом седьмой. Ну и благодаря Светлане Хромченко она все-таки заставила меня включить Ельзиева, потому что я прекрасно представлял себе объем доставляемых работ сюда и сложности вот с этим процессом. Сложности преодолены. Досладитесь ею, потому что как она задумывалась, но не подразумевалась, даже представить себе не мог, что она получится вот такой замечательной. И все же непохожих друг на друга скульпторов Лазаря Гадаева, Дмитрия Томаева, Белара Царикаева и живописцев Хсара Гасиева, Казбека Хатагорова, Риту Хасо связывает внутреннее родство. Каждый с разных позиций, но предельно искренне говорит об Осетии. «Чувство национальной общности очень ярко проявляется в осетинском искусстве. Вот поверх всего, понимаете, поверх всяких различий. Вот это вот единение людей – это особенно важный какой-то момент, вот как мне представляется в осетинской культуре, в осетинском искусстве. И, конечно, великолепное, особенное пластическое мышление, если мы говорим о художниках». Рита Хасо назвала сочетание скульптур и живописи, представленных в музее, завораживающим и будораживающим. Ее, как и остальных мастеров, подтолкнула к творчеству красота природы родной земли. Я первый раз сама, когда попала в горы, удивилась этой мощи, мощи холмов, ритмов, как камни, какой цвет имеют камни. И, конечно, цветовая палитра, в частности, вот моя, представленная на данной выставке, конечно, она идет оттуда. Хотела бы просто отметить самого главного человека в моей жизни. Это моя учительница в художественной школе, где я начала только свои первые шаги, Галина Андреевна Ткаченко. Она от нас уже ушла, и я думаю, что она сейчас бы очень сильно за меня обрадовалась. Музей Востока находится по адресу Никитский бульвар, 12А. Выставка «Семь монологов. Скульпторы и живописцы Осетии» продлится до 3 декабря. Продолжение следует...